В первый же день недели, когда ученики собрались для преломнения хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал, «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Павел, сойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. В сегодняшнем апостольском отрывке мы слышали рассказ святого апостола и евангелиста Луки о том, как однажды во время одного из евхаристических собраний произошло чудо воскрешения юношей. Как повествует автор книги «Деяний», когда святой апостол Павел пребывал в Траде, в один из воскресных дней, который, согласно древней иудейской традиции, назывался первым днем недели, по той причине, что суббота была последним днем, он посетил местную общину христиан. По установившемуся еще во времена святых апостолов обычаю, в воскресный день христиане собрались вместе, чтобы участвовать в таинстве преломления хлеба, то есть евхарисии. Указанное таинство всегда считалось в церкви самым важным священным действием. В нем человек таинственным образом соединялся с самим Господом нашим Иисусом Христом, приобщался его при чистой плоти и крови, и тем самым получал доступ к источнику бессмертия. Один из самых ранних отцов церкви, священномученик Игнатий Богоносец, так и говорит, что евхаристия – это не что иное, как лекарство или противоядие бессмертия. В силу того, что христиане во времена святого апостола Павла не могли открыто и свободно проводить свои собрания, указанное собрание было проведено ночью. Во время продолжительной беседы апостола Павла произошло неприятное происшествие. Некий юноша по имени Евтих, погрузившись в сон, упал с верхнего этажа вниз. Когда за ним спустились, оказалось, что он уже мертв. И тогда Павел, подойдя к бездыханному телу юноши, пал на него и, обняв его, сказал, «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». По замечанию толкователей, данные слова первого верховного апостола вовсе не следует понимать в том смысле, что юноша не умирал, не расставался со своей душой. Слова апостола – это определенный речевой оборот, который был использован для того, чтобы не смущать остальных, присутствовавших в горнице. Кроме того, Павел говорит такие слова по величайшему своему смирению, дабы никто не подумал, что чудо совершено силой самого апостола. Он не хотел, чтобы ученики, поразившись, стали прославлять его как некоего чудотворца. Поведение святого апостола Павла в данную ситуацию – очень яркий и значимый пример для всех нас. Нас не может не удивить то, как ведет себя апостол Павел, какое смирение и какую веру в силу Божию он являет. Апостолу совершенно не надо было, чтобы его благодарили, возвеличивали, прославляли за чудо. Единственная слава, которой он жаждал, это слава воскресшего Господа, чтобы весь мир воспевал и восхвалял в благодарных молитвах неизреченное торжество воскресшего Спасителя. Травцкие христиане верили, что Бог не оставит их в беде и через верного ученика своего апостола Павла пошлет желанную помощь. Так и случилось. Если бы этой веры не было, они не могли бы правильно воспринять совершившееся чудо и называться чадами Божьими. Читая сегодняшнее апостольское отзачало, мы должны помнить, что вера и упование на Бога должны иметь в нашей жизни преимущественные значения. Ведь только в таком случае непостижимое для нас становится доступным, необъяснимое — объяснимым, а непознаваемое — познаваемым. Всё преображается только в свете веры. Святитель Иоанн Златуус говорит, «Вот признак веры истинной, когда обетования бывают выше человеческого понимания, а мы твёрдо упываем на силу обещанного». Трацкие христиане, рассказ о которых мы слышали сегодня, настолько были уверены в словах апостола Павла, что без колебания прекратили причитания по поводу несчастья, случившегося с юношей. Они уповали на то, что Господь молитвами верного своего последователя воскресит умершего отрока. Именно вера помогла им принять и понять факт воскрешения, как подлинно свершившееся чудо. И если мы поймём это, искренне воспримем эти слова душой и сердцем, то никакие греховные помыслы, никакие соблазны и искушения земной жизни не отнимут у нас этого великого дарования, нашей веры, которой просветил нас всесчедрый Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова